видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net геометрии 10 и 11 класс относят задание 763 будет ли плавать воде полый медный шар диаметр которого равен запишем сразу диаметр шара равен 10 сантиметров а толщина стенки в пункте а 2 миллиметра в пункте b 1,5 миллиметров еще нам дана плотность меди это 8,9 граммов на кубический сантиметр и нам нужно ответить для толщины стенки пусть толщина стенки будет равна ну вернее в пункте обозначим ее малой буквой дай толщину стенки в пункте а это 2 миллиметра в пункте b толщина стенки равна 1,5 миллиметров ну тогда начнем с пункта а начнем из того что вычислим наружный объем шара так и запишем объем шара наружный он нам дан объем дан диаметр шара по формуле это 4 третьих пи эры в кубе тогда это будет равно 4 третьих пи нам дан диаметр 10 сантиметров значит радиус это 5 в кубе это будет 125 на 4 это будет 500 пи делить на 3 и это кубических сантиметров теперь мы вычислим объем шара внутренний но для того чтобы потом вычислить массу массу шара или масса материала из которого сделан шар внутренний объем будет равен 4 третьих пи в качестве радиуса нам нужно взять r минус толщину стенок в клубе тогда это будет равно радиус 5 сантиметров минус 2 миллиметра 2 миллиметра до 0,2 значит это будет равно 4 третьих пи умножить на 4 целых восемь десятых в кубе и это будет равно 4 третьих пи умножить на 110 но это конечно уже все приближенные значения уже идут и в итоге это будет 442 целых четыре десятых пи делить на 3 кубических сантиметров ну а теперь зная внутренний и внешний объем мы рассчитаем объем стенок шара или стенки шара он будет равен разности объема шара наружного наружного минус объем шара внутренний если мы вычтем эти объемы то получим пятьдесят семь целых шесть десятых пи делить на 3 или это будет равно 60 целых три десятых кубических сантиметра а теперь мы рассчитаем массу массу стенок шара масса будет равна плотность меди умножить на объем стенок на объем стенок и если мы умножим плотность меди восемь целых девять десятых на 60 целых три десятых то мы получим плотность получим массу пятьсот тридцать шесть граммов то есть наш шар весит пятьсот тридцать шесть граммов а теперь мы будем считать что шар по плотной то есть равномерной плотности тогда мы вычислим плотность шара плотность шара для этого мы разделим массу шара массу из которой шар сделан на объем шара наружный наружные и ну и рассчитаем плотность эта плотность будет равна пятьсот тридцать шесть граммов если мы разделим на пятьсот пи ну и на три значит три будет здесь то мы получим пи при этом у нас равно три целых четырнадцать сотых мы получим одна целая двадцать пять тысячных граммов на кубический сантиметр что у нас получается тогда у нас получается учитывая что плотность воды равна 1 грамм на кубический сантиметр тогда у нас получается что плотность шара будет больше плотности воды а следовательно шар плавать не будет и запишем так шар утонет утонет а теперь все то же самое мы сделаем для пункта b но при этом нам уже объем наружный объем считать не нужно мы рассчитаем объем шара внутренней учитывая что толщина стенки в пункте b изменилась тогда это будет равно 4 3 пи r минус d тогда будет равно 4,85 в кубе и тогда это будет равно если мы рассчитаем то получим 456 целых три десятых пи и делить на 3 это мы получили внутренний объем шара пересчитаем объем стенок объем стенок это разница объемов объема шара наружного минус объем шара внутренней то есть мы берем 500 пи делить на 3 минус 456 целых три десятых пи делить на 3 и получим 45 целых 7 десятых кубических сантиметров теперь мы рассчитаем массу из которой сделан этот шар для этого мы умножим плотность меди на объем стенок который мы получили то есть 8 целых 9 десятых умножаем на 45 целых 7 десятых и получаем получаем массу такую 406 целых 74 сотых грамма вот такую массу а теперь мы рассчитаем плотность шара ну как будто бы он сделан как как будто бы он имеет однородную плотность то есть мы полученную массу шара разделим на объем в шара внутреннего разделим получим 406 целых семьдесят четыре сотых разделить на 500 умножить на пи и разделить на 3 вот разделить на 3 вычислители и получим и получим 0,777 граммов на кубический сантиметр таким образом плотность шара оказалась меньше плотности воды следовательно шар будет плавать потому что будет легче воды будет плавать задание выполнено и если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а если у вас появились вопросы пишите в комментариях